Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Жители поселка Мостостроителей пожаловались губернатору на отвратительное состояние микрорайона. Новый год в Ульяновск доставили чемпионы, кто скрывался под бородой Деда Мороза и кокошником Снегурочки в Прибрежном. Найти мужа, закрыть сессию. Чего хочет ульяновская молодежь в новом году? Подделка подписей и прочие нарушения. Жители поселка мостостроителей на нижней террасе пожаловались главе региона на отвратительное состояние целого микрорайона. Сергей Морозов уже не раз посещал поселок. Он в очередной раз встретился с жителями и проконтролировал исполнение своих поручений городскими властями. Поселок мостостроителей, некогда построенный как место временного проживания, терпит бедствия. Постоянные перебои с общественным транспортом – лишь верхушка айсберга. Сюда не заезжают школьные автобусы, а управляющие компании не исполняют своих обязательств. Решать проблемы нужно поэтапно. Сергей Морозов вновь посетил поселок, чтобы проконтролировать ход выполнения данных ранее поручений и поговорить с жителями. Если люди говорят о том, что их услуга не устраивает, если люди говорят о том, что деньги заплатили, а услугу не получили, то не только про эти 60 тысяч рублей там разговор-то шел. Нет, там речь шла о перерасчете. Конечно. Можно я? И последний вопрос. Я все равно хотел бы увидеть некий такой вот альбом, каким мы хотим видеть весь поселок. Благоустройство территории поселка – одна из важнейших проблем, о которых говорят жители. Но есть и другие. Глава города рассказал о том, что уже сделано. Отремонтирована теплоизоляция на двух километрах теплосети. Сегодня мы говорим о том, что проведена ревизия электроснабжения. Сегодня мы говорим о том, что отсыпана 500 метров дорога, та, которая на сегодняшний день затруднение было проехать. Мы видим с вами теплосети. Здесь присутствует директор теплосети Тарасов Александр Сергеевич. Заизолирована, приведена в нормативное состояние. Кроме того, есть проблемы с транспортным снабжением. В микрорайоне проживают 85 детей, которые учатся в трех разных школах. В поселок идет автобус только с одной из школ. Остальные ученики ездят на общественном транспорте. Которые ходят с перебоями, остаются проблемы из ЖКХ. Смотрите, вот Александра Валентинович очень красиво говорит о том, что проведена проверка. Проверка как была проведена? То, что посчитали нам, сколько на текущий ремонт идет, так мы сами можем посчитать. Я же просила акты, которые управляющая компания нам не предоставляла. Затем, смотрите, появился протокол, поддельный протокол от управляющей компании, где они имели наглость даже подделать подписи собственников дома. Жители слишком долго терпели и не обращались во властные структуры. Нечистые на руку дельцы от коммуналки этим пользовались. Работа велась очень давно, она проходила систематически. Теплосети подключались и выполняли определенный объем работ, но так массово. Только после того, как подключился Сергей Иванович Морозов, руководство города. Потому что на сегодняшний день жители высказали очень жестко и критично по этому вопросу свое мнение. И после этого начались колоссальные изменения в самом поселке. Ни жители, ни губернатор не собираются отпускать ситуацию. Порядок в поселке будет наведен. В планах смена управляющих организаций, ремонты домов, благоустройства. Прямой диалог налажен. И ситуация уже сдвинулась с мертвой точки. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. В селе Родниковые пруды Маинского района жители 130 домовладений получили доступ к природному газу. Пуск голубого топлива – праздник для сельчан, которого они ждали с 1967 года. Пока же в Маинском районе газифицированы 22 населенных пункта. Это 43%. Павел Половов подробнее. Выезд губернатора в Маинский район – некая финальная точка в целой череде усилий и работ, которые успешно провели региональные и муниципальные власти, а также профильные специалисты. В районе выстроен новый ФАП и произведен пуск газа. Кроме того, губернатор пообещал жителям села Загозкино построить новый мост. Первая точка – фельдшерско-акушерский пункт. 8800 – это строительство, это не просто ремонт, это строительство новой модульной ФАП, который прошел по программе Министерства сельского хозяйства развития сельских территорий. Оборудование для нового медицинского пункта уже завезено, но пока не установлено. Нет мебели, ее по контракту должны доставить до 31 января. 497 жителей села совсем скоро смогут получать качественную и современную медицинскую помощь. Жители завершением строительства остались довольны. Все селяне пришли, посмотрели? Были все. Потому что сделали 14-го, сдали уже совсем. А сделанный он был раньше. Они молодцы, сделали быстро, аккуратно. И территорию сюда же посадили, эти кустики нам посадили. Все, молодцы, к ним никакие препараты посадили. Новое здание снабжено котельной, а значит фельдшеру не придется ежедневно топить печку, чтобы пациенты не замерзли. Однако проблемы села ФАПом не ограничились. Ситуацию по мосту в селе Загоскино прямо на месте губернатору доложил директор департамента автодорог Сергей Халтобин. Длиной мост 32 метра и подходы порядка 200 метров. Жалобы поступили жителей, что вследствие размыва береговой зоны и отсутствия барьерного ограждения просели переходные плиты и опасности, угроза подъезда к этому мосту. Поэтому мы данный мост запроектировали ремонт, разыграли в этом году, определили победителя. И с апреля месяца 2020 года по август месяц данный ремонт моста будет выполнен. Ремонт переправы пройдет с апреля по август следующего года. Далее губернатор отправился в село Родниковые пруды, где должен был состояться пуск газа. Представление у елки и концерт под открытым небом организовали работники районного дома культуры. Пуск газа они превратили в настоящий всенародный праздник. Парни, девчонки, фамилия у меня, вы знаете, очень близкая, родственная к Деду Морозу. Я вот сейчас сегодня встречал по дороге к вам, когда ехал. Он тут вот объезжает ряд населенных пунктов. Не знаю, успеет, не успеет сюда подъехать. Но он по дороге мне поручил вам вручить новогодние подарки. Подарков у главы региона оказалось много, хватило всем собравшимся. Далее зажжение традиционного факела и салют. Жители домов, где голубое топливо уже появилось, очень довольны. Вот одним годом все решился, все получилось. Все нормально, слава богу. Газификация региона продолжается, в том числе по программе газификации Ульяновской области за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа. Кроме того, газификация является своеобразным двигателем для развития сельских территорий. Строительство здесь медицинских учреждений тоже способствует сохранению населения в селах. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. На три часа фае Ленинского мемориала преобразилось. Повсюду мерцали огоньки, стены и колонны были украшены яркими гирляндами. И грянул бал, традиционный губернаторский. На него пригласили 400 самых активных молодых людей Ульяновской области. Однако в этом году бал все же отличался от предыдущих. Перед тем, как надеть бальные платья и костюмы, ребята играли в «Что в идее, когда», слушали электронную музыку и писали желания. Наталья Чумаченко подробнее. В Ульяновской области прошел ежегодный губернаторский бал. Сотни молодых и творческих людей собрались в Ленинском мемориале. Здесь можно было не только станцевать вальс, но также поиграть в настольные игры, послушать хорошую музыку, а самое главное – загадать новогоднее желание. Огромная доска желаний. Одна из десятка интерактивных площадок находилась на втором этаже. Ее первым оценил глава региона во время импровизированной экскурсии. Каждый участник губернаторского бала мог написать то, о чем он мечтает в новом 2020 году. «На этой площадке люди пишут, что они хотят в 2020 году и события, которые их в следующем году ожидают. Многие хотят найти себе мужа. Кто-то написал то, что хочет развестись. Кто-то хочет сдать ЕГЭ, сессию закрыть». Также на втором и третьем этажах здания можно было послушать концерт электронной музыки. Кроме этого участники могли стать зрителями кинопоказа, поиграть в настольные игры, нарисовать открытки. Лучшие молодые и творческие люди в этот вечер получили грамоты из рук губернатора. «Я пишу статьи и публикую их в журналы, которые публикуются по всему миру и по всей России, в принципе. Очень много конференций посещаю. Недавно были на международной конференции в Санкт-Петербурге». После осмотра действующих площадок Сергей Морозов приветствовал всех участников на главной сцене фойе. Глава региона отметил, что молодежь – это главный двигатель прогресса и будущее нашей страны. Молодые люди сегодня должны иметь возможность участвовать в общественной жизни, повышать уровень своих знаний, достойно зарабатывать на своей малой родине, чтобы здесь же строить семью и расти детей. Для этого в Ульяновском регионе будет полностью переформатирована работа с молодежью и появится закон о защите и поддержке молодых специалистов. «Такого закона нет в России. В течение пяти лет молодые специалисты будут застрахованы от потери работы, смогут получить наставников, будут включены в кадры в резерв по соответствующей группе должностей, будут иметь возможность получить возмещение проезда к месту проведения своего ежегодного отпуска, будут иметь самые комфортные условия для получения жилья и многое-многое другое». После приветственных речей и награждения молодежи начались танцы. Кавалеры в строгих костюмах и барышни в пышных платьях в такт кружились на импровизированной бальной сцене. Вальс сменялся мазуркой, фокстрот – полькой. «Мы решили из этого маленького, такого очень интересного и ежегодного классического мероприятия сделать нечто большее, потому что следующий год объявлен годом молодежи, и, соответственно, открытие в любом случае должно быть помпезное». Фейерверк веселья лишь на минуту утих, ровно в 20.20. Сергей Морозов вместе с лидерами ульяновской молодежи дал старт году молодых 2020. После официальной части бал продолжился с зажигательной дискотекой. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ. В этом году новогодний благотворительный автопробег «Караван Добра» отправился в 8 районов Ульяновской области. Цель организаторов акции – оказание адресной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям и детям-сиротам, проживающим в отдаленных уголках нашего региона. Два десятка машин отправились в путь по Ульяновской области с благородной миссией – поздравить с наступающим Новым годом жителей самых отдаленных уголков нашего региона. Традиция отправлять «Караван Добра» продолжается несколько лет. Дети, малоимущие и нуждающиеся из 8 районов области, получили подарки, отправленные ульяновскими благотворителями. Проводить караваны, отбывающие в районы, пришел глава региона Сергей Морозов. Подарков много набрали? Достаточно. Ну, традиционно и в детские дома в том числе? Да, конечно. Если раньше мы ездили, у нас детских домов было один в майне, сейчас мы едем, у нас три детских дома. Среди организаторов благотворительной акции – клуб «УАЗ Патриот Ульяновск», издательский дом «Ульяновская правда» и фонд «Дари Добро». Позже присоединились другие автоклубы «Ульяновской» и просто неравнодушные. Благотворители мечтают охватить весь регион. Пока же каждый новый выезд – рекорд и по количеству машин с подарками, и по количеству районов, куда выезжает «Караван Добра». В этот раз в районы отправилось 23 внедорожника. Павел Половов, Юрий Ломатов, новость «Уллправды ТВ». Проведение концертов, игровых программ, мастер-классов, фестивалей, уличных гуляний и представлений. В единый день открытия новогодних елок в парках Ульяновска зрители развлекали в разных форматах. В Новом Городе организаторы подготовили сюрприз. Дедушка Мороз со своей внучкой прилетели к ребятне с неба. Мои коллеги расскажут подробнее. В единый день открытия новогодних елок в парках Ульяновска зрители развлекали не только аттракционы и творческие коллективы. В этом году организаторы подготовили сюрприз. Дед Мороз и Снегурочка спустились прямо с неба. А точнее, спрыгнули с парашютом из самолета Ан-2. Давайте поприветствуем Дедушку Мороза из Финляндии! Новогодними персонажами оказались опытные спортсмены. Роль Дедушки Мороза взял на себя кандидат мастера спорта, инструктор парашютно-десантной подготовки Александр Евплов. После приземления мужчина отшучивается. Старался привести Новый год всем ульяновцам. За облачностью не сильно видно, но я надеюсь, наш дружный коллектив нас поддержит и Новый год к нам придет хотя бы со снегом и вовремя. Снегурочкой оказалась чемпионка мира и член сборной России Ольга Кравченко. Несмотря на большой опыт в прыжках, летать в образе внучки Деда Мороза ей довелось впервые. Приземление хорошее, но у меня улетела шапка. Снегурочку в этом году осталось без шапочки. Компанию дуэту составили другие спортсмены в костюмах сказочных персонажей. А с земли за парашютистами с замиранием сердца наблюдали дети и взрослые, пришедшие на праздник. Новогоднюю программу продолжили конкурсы «Зажигательная дискотека» «Викторины». Праздничные мероприятия в городских парках рассчитаны на детей всех возрастов и будут проходить каждый день. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Воспитанники православного клуба «Единоборств Пересвет» при Жадовском монастыре заевали 11 медалей на десятерых в открытом новогоднем турнире по армейскому рукопашному бою «Новогодняя сказка». В соревновании приняли больше 100 участников из четырех клубов. Изюминкой этого турнира служит то, что в нем приняли участие самые маленькие бойцы от 5 до 13 лет. Главный судья соревнований Олег Розенков недаром предупреждает зрителей, а главное – родителей. В прошлом году судейскому составу перепало от эмоциональных мамочек маленьких спортсменов. Всем казалось, что победило именно их чадо, поэтому правила и системы судейских оценок разъясняются в первую очередь. Удары разрешены, в голову только металлическую часть, то есть забрал в горку, впереди и сбоку в спину, любой удар запрещен. Участвовать в соревнованиях по армейскому рукопашному бою разрешается с пятилетнего возраста, поэтому и экипировка бойцов сродни обмундированию хоккеистов. Самых маленьких и начали турнир «Новогодняя сказка», «Безумная радость побед» и «Горькие слезы поражений». В соревновании приняли участие четыре клуба из Ульяновска, Старомайнского и Барышского районов области. Православный клуб смешанных единоборств «Пересвет» при Жадовском монастыре делегировал на турнир десятерых своих воспитанников. Все они стали обладателями различных наград. Девятилетнему Семену Дьячкову долгое время не везло на различных турнирах, хотя, по заверению тренеров, мальчишка отличается своим трудолюбием и упорством на тренировках. На этом турнире ему повезло. Троим соперникам уроженца села Новая Бекшанка было нечего противопоставить. Учитывая то, что Семен выступал в двух весовых категориях, он положил в копилку «Пересвета» сразу две золотые медали. По одной высшей награде завоевали Георгий Герасимов и девятилетний инденец Дмитрий Кузнецов. Последний блестяще провел три боя, не оставив и тени сомнения в своем чемпионстве. Всего же у воспитанников «Пересвета» 11 медалей на десятерых и третье – общекомандное место. Награду вместе с медалями и грамотами все ребята получили новогодние подарки. Приближается твердой поступью Новый год. В учреждениях культуры уже открыли сезон новогодних представлений для детей. Дворец культуры «Губернаторский» в этом году подготовил мюзикл по мотивам сказки Аксакова «Аленький цветочек». В Симбирском царстве новогоднем государстве больше двух недель будет свести и радовать детей и их родителей «Аленький цветочек». Новогодний мюзикл представляет Дворец культуры «Губернаторский». Это постановка по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова о любви, отваге и добром сердце, об удивительных странах, превращениях и чудесах. Это будут незабываемые приключения в сказку, которую написал Аксаков и которую сыграли на сцене наши дети. А еще хочу сказать о том, что у нас мы поддерживаем династию и у нас на сцене руководители наших коллективов и их дети. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы у нас еще было у руководителей гораздо больше детей, чтобы у нас было еще больше артистов на сцене, хотя на сегодняшний момент у нас их 140. По словам организаторов новогодних представлений, если вы придете на сказку и на лепестке «Аленького цветочка» напишите свое новогоднее желание, то оно обязательно исполнится. В сказке добрая и отважная красавица Настенька разглядит в чудовище душу прекрасного принца, снимет магические чары злой колдуньи. Роль колдуньи исполняет народный артист России Владимир Кустарников. Другие актеры, например, Иван Калачев и Надежда Корнилова, а также их дочь Катя, тоже многим известны. Они не первый год участвуют в новогодних представлениях губернаторского. Для нас это уже седьмой, вот для меня лично, седьмой мюзикл, в котором я играю и также работаю в качестве балетмейстера. Ежегодно мы радуем грандиозными, большими праздничными мероприятиями. И я надеюсь, что сегодня мы в очередной раз подарим нашим зрителям маленькое чудо, над которым мы долго работали и очень старались. Для меня это девятый мюзикл уже, с самого первого я участвую. И хочется сказать, что каждая сказка радует детей какими-то чудесами необыкновенными, которые творятся на нашей сцене. И все это благодаря детям, которые участвуют в наших мюзиклах. Это участники наших творческих коллективов дворца культуры губернаторской. Чудеса на сцене происходят под знакомые и всем полюбившиеся мелодии. Настенька преображается под музыку из кинофильма «Служебный роман», а купеческие дочки танцуют под хиты «Абба». Новогодние представления продлятся до самого Рождества. Ирина Антонова, Артур Алимов, Новости, Уллправда.ТВ. 24 декабря в Ульяновской области ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха днем минус 2 градуса, ветер южный 5-8 метров в секунду. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова